Анжелика, а может скажем в этой малышне, что Дед Мороза не существует? Коля, может не надо? Алло! Алло, это Коля из Благовещенска? Это Дед Мороз, говорит. У меня сломались волшебные сани, но вы меня все равно ждите. Готовьтесь там. Все, все, дядя, готовимся! Так что сказка, дети, как говорится, состоится при любой погоде. Было бы у вас взрослые желания и немного фантазии. Итак, чтобы создать сказку, первым делом необходим реквизит. Важна любая, даже самая маленькая деталь. Магнитики на холодильник, на новогоднюю тематику, наклейки, обереги, брелоки, фигурки, кружки, салфетки, свечи. И все это символом 2012 года драконом. Разве можно представить себе Новый год без пушистой, красивой, нарядной елки? Если ты практичный человек, то подойдет искусственная. Украшая елку, первым делом повесь электрическую гирлянду с лампочками, потом игрушки. Обсуждая с ребенком, каждую игрушку, которая суждена, отправится на елочную ветку. Пусть у ребенка будет ощущение сказки и волшебства. Кто-то любит, чтобы вся елка горела и переливалась разноцветными огоньками. А кому-то нравится, чтобы лампочки таинственно поблескивали в глубине. Завершает убранство праздничного дерева дождик и мишура. Пышный вид, который имеет мишура, создает отличный эффект заснеженности елки. Новогодние плакаты, пушистые снежинки, еловые веночки с шишками. Все идет в ход для создания сказочной атмосферы. Осталось самим нарядиться. Пусть все гости придут в масках и костюмах. Получится настоящий бал маскарад. Соблюдай дресс-код новогоднего бала. И хорошее настроение не покинет больше вас. Так кажется, поется в песне. А подарки-то где? Отставить панику. Всему свое время. И никто не останется без подарка. Зеленый дракончик каждому. На удачу в новом году. А еще всем по кружке. Символом года. Пусть в твоей семье будет хорошая семейная традиция. Подписывать открытку каждому члену семьи и каждому гостю твоего дома. Украсть свой дом праздничными свечами. И каждый день, возвращаясь домой и зажигая их, ты будешь попадать в свою собственную новогоднюю сказку. А мне кажется, Дед Мороз, что он жадный. А почему? Да потому что он у мамы взял в шкафу куклу и положил под елку. А вот и неправда. Дед Мороз вовсе не жадный. Ну и подарки просто так раздавать не будет. У тебя впереди еще две недели для того, чтобы выучить стихотворение. Дед Мороз вперед, я ему чешок ликошу. Печатать на Йоньке будешь. Я пускаю, да. Мы любим нашу Йоньку. Да, да, да. Молодец, Руси! И все молодцы. Это же надо так тщательно подготовиться к Новому году. Конечно, все это мелочи. Однако именно они способны создать необыкновенную, волшебную атмосферу и ощущение праздника. Праздник, 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 праздник. Прикишел! А я, Татьяна, дежурная по рубрике «Что вам говорить?» Ура! Ура! Ура!